Доброй ночи. Доброй ночи. Сейчас. Я тут хожу говорить, может непонятно буду. Мне сейчас зуб удаляли. Сложный очень такой. Минут пятнадцать не мог вытащить его, там он че только с четырех подходов. Еще десна не отошла. В общем, это, что хочу сказать. Ты ждешь покаяния моего, а я скучаю по тебе, как по родному. А я не, знаешь, вот знаешь, как я с биной, я подумал так. Ну, в принципе, последние вот эти два дня я не думал, а в тот день, когда произошло, ночью я не спал, знаешь, так молился много, рассуждал. В общем, ну и что мне пришло? В принципе, знаешь, моя неправда в том, что вот хорошо я, в принципе, учусь от Игнатих Ивановича, и все-таки стоит мне учиться этому. Ты старше меня, насколько, на 13 лет, по-моему. Вот. А Игнатих, знаешь, как говорит, он говорит, я уже на полгода меня старший человек, я уже чувствую к нему такую благосклонность. Все равно видно была такая передача у них с этим, с Михаилом, с Михаилом, ну, вот, 82 года, я его помню, да? Вот. И, а тому 82, а Игнатих, ну, ему 76, да? Вот, казалось бы, у них, смотря, разница, во сколько, 6 лет, да? Посмотрите, как он проявляет, вот, он к нему уважение, насколько он не может ответить ничему, ничего ему вукрел, хотя много еще сказать. А вот во мне, конечно, нет такого, я готов в этом покариться, что да, я вот... Ну, и, между прочим, я, вот, что еще хочу сказать, в чем я не могу признать свою неправду? Вот, есть в тебе такая черта, что ты выводишь человека... У меня есть дружок, он, знаешь, как говорит, керосина подбить в огонь. Я говорю, керосинчику. А он говорит, я керосиню. Я его там подкеросинил. Вот. И у тебя вот такая вот черта есть, видишь. Я каюсь в том, что, вот, не уважаю, не уважаю твою мудрость. Вот, я вижу, что ты гораздо мудрее меня, и я должен перед этим склонять голову и молчать, наверное, побольше. Вот, как-то так. Ну, и с этим я прошу от тебя, вот, к Александру тоже, знаешь, вот ты вот его керосинилка. Вот. Я вот прошу, вот, как бы, не то, что ко мне, знаешь, может быть, если бы мы общались вдвоем, я бы, знаешь, я бы это все проглотил. А вот к нему тоже, ну, у меня, как бы, тоже любовь к нему такая вот, братская, настоящая. Не то, что там, он, брат там мой, да, вот он, вот он реально мой брат, понимаешь, вот брат, я до него жизни отдам. Вот. И я вот, как бы, вот это меня зацепило. Ты принимаешь мое покаяние? Ты, наверное, знаешь, что, Сергей, Я тебе все же объясню, почему. Это не моя прихоть. И мне это надо только для того, чтобы это больше тебе надо, а не мне. Я и без этого проживу. И ущерба мне от этого не будет, Сергей, понимаешь? Но важно, что, вот, когда говорят, я православный, я правильно славлю Бога, да, они понимают, как надо правильно славить. Вот если мы с тобой хотим правильно славить, а его надо славить, его правильно надо славить, понимаешь? То есть, если брат твой согрешил против тебя, не просто, я мог тебе по плоти ответить, тоже там. Ты же как меня назвал? Как назвал ты меня? Помнишь? Сейчас я вспомню. Мне с дубом память выдернули. Да. Видишь? Ты даже не помнишь. А вот, а я надеюсь, я знаю, что в тебе уже началось действие Слова, понимаешь? Слово открыто здесь у меня, что в тебе Слово начало. Христос в тебе начал действовать, судить в тебе начал. Незаметно для тебя, понимаешь? Вот Царствие Божие, оно совершается неприметным образом. Ты сам так примечать и замечать, но в тебе будут происходить перемены. Я знаю, о чем я говорю. Не будет такое, что вот проснулся, ох, вот это. Или вот снизошла, какая сила. Или что-то такое. Нет. Ученика по-другому. И вот это для тебя, чтобы ты и наши взаимоотношения, наши взаимоотношения были по Слову Его, понимаешь? Он верен Слову Своему. Потому что если мы будем поступать по Слову Его, то Он тогда совершится в нас Царствие Его, и обетование Его, и Христос в нас, все совершится, и спасение, и все-все-все. А если мы будем нарушать Его Слово, причем, вот ты, допустим, как бы, если бы не знали, невиновны были бы, да? Вот если ты не знаешь, а я знаю, я должен тебе об этом сказать. Понимаешь? Но, чтобы тебе принять, по плоти всегда будет противиться. По плоти она всегда, знаешь, тут как тут и гордыня, и все. Плоть будет противиться. Нужно смирение. Вот я думал, ты раньше позвонишь мне? Раньше позвонишь. Ты не звонил несколько дней, думал, неужели, я про тебя думал, неужели тебе так безразлично? Неужели все-таки у тебя внутри нету вот этого беспокойства того, что произошло? Между нами был нарушен мир, понимаешь? А я два дня, я два дня удерживал себя, я специально тянул время подождать. Ну, допустим, я на... Вот два дня назад у меня одни ощущения были, да? Я вот испытывал свою любовь к тебе. Вот. Вот сегодня, вот сейчас взялся ролик, но у меня работы тоже много там это с людьми. Вот. И я начал наш ролик смотреть, понимаешь? И у меня появилась вот эта вот тоска, знаешь, по-по-ближнему, когда... когда о ближнем о своем скучаешь, вот. И вот, и вот, как бы, здесь все, это уже переполнилось чаши, я уже терпеть не смог. Так ты радуйся этому. Это Евангелие, понимаешь? Это не басни, вот там всякие рассказы, это там теории. Ты этому должен неимоверно радоваться. Казалось бы, ну, что такого, да? Нету чудес, знамений каких-то. А вот именно вот то, что в тебе происходит, ты приобретаешь Христа. Он возрастает в тебе, Христос. Ты не представляешь, и я не представляю, и умом своим можно даже представить, насколько это какое... ваше страдание ничто в сравнении с той славой, которая должна открыться. И вот был нарушен мир между нами, но я обязан был по слову тебе высказать. Выскажи брату твоему. Ты, не знаю, вот ты говоришь, что ты не помнишь, что ты назвал меня хорошим провокатором. Провокатор, да. А ты подумай хорошо, провокатор я. Каково ты, как ты сказал мне? Ты хороший провокатор. Значит, я специально тебя провоцирую, чтобы ты согрешил. Ну, я как дьявол поступаю. в общем. А вот, знаешь как, да при чем-то, вот ты уже не с той страны подошел, вот смотри. Нет, провокатор. А почему хороший, да? Есть, допустим, хороший провокатор, а есть, знаешь, как у нас, это опять же русский. Это еще хуже, это еще хуже хороший провокатор. Ну, смотри, мы как, как с тобой опытный. Хороший, значит, опытный провокатор, такой, знаешь, такой же мы с тобой как познакомились в ютюбе, как мы познакомились, ты же мне что сначала, это, ты говоришь, я тебе специально как бы захотел проверить, понимаешь, а это можно назвать провокацией тоже. Понимаешь, и ты ждал, а как я отреагирую? Вот в чем провокация, понимаешь, это не то, что в плохом смысле слова. Ты знаешь, я тебе даже скажу, не ждал, как ты отреагируешь, а я мне, я специально, чтобы ты отреагировал, потому что не знаю, почему-то мне, вот, ну так, так, так произошло. Думаю, что в принципе Господь управляет. Господь. Вот именно это я имел ввиду, что ты любишь вот такие с подковырками. Ну, тогда же подковырок не было никаких, когда я говорил об исцелении, которые есть, ты говоришь, а я не вижу, я не встречал, что-то вот такое, у тебя же записал, ты можешь пересмотреть. Вещь не дошла, мне очень не дошла, я буду, завтра, наверное, буду смотреть. Тебе же это, Александр Андрусенко даже сказал, его никто не спрашивал, он сказал тебе, что вот я свидетель, ты говоришь, вот, поспели смотреть, начал оправдываться, все, а я вижу, ты меня недооцениваешь, в том плане, знаешь, я тебе скажу, мое духовное видение, я прошел это все, вот те состояния, в которых находится человек по плоти, по духу, как из состояния по плоти тяжело перейти в состояние во Христа перейти, понимаешь, надо смириться, смиритесь пред Богом, противостаньте дьяволу, это все я проходил, и я не в полноте это знаю, но я это, понимаешь, я это на себе знаю, и я могу человеку это даже показать, рассказать, если кто нуждается, я проходил это, у нас совсем другие отношения, отношения в церкви, они другие, казалось бы, знаешь, вот по-человечески в мире должно быть наоборот, вот должно быть наоборот, все больше и больше, вот как знания, по многим знаниям много скорби, понимаешь, умножая, познаниям скорбь, да, а это напрямую относится, понимаешь, о каких знаниях говорятся, не сплетни какие-то, а о настоящих знаниях идет речь, и вот сейчас мое состояние, я подошел к тому, что меня в принципе ничего не волнует, раньше волновал вопрос, и потоп, и где он был, на лице земли, а почему так, и так, а кто такие те, а кто такие эти, и так далее, и так далее, и читал, и беседовал, вот ты о дереве познания, добра и зла, нечто было приоткрыто, нечто я разумею о Эдеме, но сейчас вот желание моей души это только Христос, вот и все, стремление к Духу Христа, я уже объяснял, только Христос, а во Христе, послушай, а во Христе все тайны и видения Божии, все тайны и видения, познающий Христа, не надо мудрствовать, не упраздняйте крест Христов, когда начинают мудрствовать, вот так, эти исследования, рассуждения, все это, человек мудрствует. Вспоминаю вот о собеседнике своем позавчерашнем, да, Симоне, я вот всегда думаю мотивация человека, да, стремление его, вот есть у него учение, вот такое, как бы пришло ему и мотивация, для чего он хочет научить других людей, вот в чем ты видишь его мотивацию? это он знает, он даже может и не знать, может дьявол обманывать, понимаешь, мотивацию, а может знает эту мотивацию, а может частично знает, понимаешь, но это, я просто, знаешь, как из какой, с какой цели спрашиваю, у меня это тоже, у меня это тоже есть мотивация, я задаюсь не рад с этим вопросом, для чего я это делаю, вот, я не знаю, кто мне этот вопрос, или я сам его себе задаю, или может быть, кто-то мне его задает, да, 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 это правильный вопрос, это правильный вопрос, но ты ответил себе на этот вопрос? я не знаю, я, понимаешь, отвечаю, а потом размышляю, а не слукавил ли я, вот, а и вот я до сих пор, я не могу себе ответить на это, у меня иногда бывает порывы, оставить все, а тогда у меня возникает следующий вопрос, и что я, если я оставлю все, а что я кому, чего, себе я что-то докажу, или чего тогда? А я тебя понимаю, понимаю, это немножко похоже, что, допустим, бывает, вроде, как окунаешься в одно, а потом раз останавливаешься, думаешь, а должно ли, от Бога ли это, понимаешь, или это своеволие такое, а может, дьявол так тебя заводит неизвестно куда, понимаешь, я тебя понимаю, то, чем ты занимаешься, вот что ты делаешь, я думаю, что делай это, старайся, во имя Иисуса Христа старайся, и в то же время, вот если бы ты, например, лежал, его не делал бы, допустим, и вот мы с тобой не общались бы, ты бы не общался, ты не общался бы там с Александром, Андрусенко, все, все это вот так идет, не взяты от мира, понимаешь, Господь говорит, не молю тебя, чтобы ты взял их от мира, в мире, но, чтобы сохранил от всякого зла, ну, хвалящийся, хвались Господом, потому что, вот от Господа ты получил это, хваляющийся, не только хвалишься, вот перед кем-то, а внутрь себя радуется человек, когда исполняет волю, понимаешь, вот как этот тебя человек спрашивает, говорит, а что такое воля Божия, что такое воля Божия, знаешь, эти вопросы он задает, а сам же вообще невежда, абсолютно, воля Божия освящение наше, так написано, воля Божия, чтобы мы освящались, как, словами его, его свет, он принес нам свет и разум, освящались, чтобы были свет, конечно, а для чего освящались, для того, чтобы его познавали, и чтобы узнавали волю его уже. Первая воля освящения, волю, чтобы еще больше освящаться. Много разных проповедников, писателей много, но без Бога ничего не может. Примите Христа, да, вот он, он, как бы, однажды услышал, он еще будучи молодым человеком, услышал он проповедников, которые кричали, примите Христа, примите Христа, вот, а он говорит, а я тогда подумал, что значит, примите Христа, вот, и он мне тут же говорит, и никто, говорит, не знает, как, а я тебе, говорит, скажу, как принять Христа, принять Христа, да, вот, как ты, как ты видишь это, примите, примите, захотел, и принял, захотел, не принял, как принять Христа? Ну, это он на ересь уже рассуждает, понимаешь, и ты слышал в Евангелии, чтобы проповедь начиналась, примите Христа, примите Христа, это вот эти еретики, которые ходят по улицам, по домам, по стадионам, там, по клубам, у Иоанна сказано, что никто не может прийти ко мне, если его отец не привлечет, пославший меня, да, я воскрешу его в последний день, как можно принять Христа, если это отец еще пока не благословил? Ты правильно сказал, никто не приходит ко мне, вот сейчас внимательно послушай, Господь говорит, никто не приходит ко мне, внимательно, если кого не привлечет Отец мой Небесный, вот, которые пришли в собрания, в православие, в религию, в любую, во все времена, и есть многие те, которые не ко Христу пришли, он ко мне, никто не приходит, невозможно вот прийти к нему и сказать, вот я христианин, я верующий, а он и ко Христу пришел, он пришел за какими-то исполнениями своих мечты, желаний, ему сказать спасаться, вот он пришел спасаться, понимаешь, о чем я говорю? Вот кто пришел к Отцу, это только те, кого привлек Отец Небесный, только те, и вот они пришли, вот ты придешь, например, православные выйдут, и из них, может, кто-то пришел ко Христу, остальные нет, они пришли в храмы, называют церковью, там, к иконом пришли, там, еще, кто во что горжаст, но они не ко Христу пришли, невозможно прийти ко Христу, если кого не привлечет Отец Небесный, но остальные, кто приходят туда, в религию, что их влечет? Проблемы влекут какие-то растения, которые не Отец мы насадил, понимаешь, исторгнутся, а растут много разных, плоды не дают, сколько сорняка, вот если, если, допустим, посмотреть на, ну, здесь в мире, на творение, то сорняки всегда забивают, надо обязательно ухаживать за растением, который плод приносит, а то сорняки забьют, деревья худые забьют, все, все, все забивает вот эта растительность, а хорошие растения, обязательно за ними надо ухаживать, есть те, кто пришел, но им еще принять Христа надо, как? Апостолы пойдут, понимаешь, а кто Христа принят, тот примет уже Бога, вот пойдут, это недолго будет, это не будет проповедь, такая, что вот сегодня, завтра, занятия какие-то, воскресные, нет, это или принял, или нет, все, и что, с чего начинается, покайтесь, всем, велевает всем повсюду покаяться, всем покаяться, любая религия, любой город, вот здесь города духовные, покаяться, всем повсюду покаяться, это уже пойдет судья, это уже к нему прикоснуться даже страшно, там ангелы будут вокруг, это уже дела, которые я творю, верующие меня и более сильные, их сотворить, вот он закрыл книгу, когда был в синагоге, прочел, что, вот о себе свое служение, а потом закрыл, а в конце будет служение, его служение, но это сыны будут уже служить, я об этом говорил, ну, сначала пойдут апостолы, потом ангелы, потом Господь, да? не знаю, я думаю, сперва церковь будет взята, понимаешь? А как же она будет взята, а те, которые потом обратятся, это апостолы, от апостольских служений? А это невеста будет взята, а другие пять дев останется? А те девы, значит, они принадлежат своему невесте, да? Только не невесте, нет. Невеста, вообще пять дев, это не невеста, вот тут дать размышлять, вот как я думаю, скоро взята будет невеста, но апостолы останутся, женицы делать, или вот это есть ангелы, что я говорю, они останутся, а взята уже будет, но останутся, живущие на земле, верующие останутся, пытать живущих на земле, и вот на время скорби, на время скорби, вот пойдут апостолы тогда, они пойдут, это смертники пойдут, в принципе, они, у них на земле уже ничего нету, никаких, ну, Дух Святой взят, но на них Дух Святой, понимаешь, вот такие времена. Вот у меня, я тебе что еще хотел сказать, по поводу детей Божьих, я вот, знаешь, от тебя открылось мне тоже, по поводу, ну, я вот спорил с тобой в первом ролике, да, то, что, то, что Бог, Бог как бы всех любит, всем хочет спастись, ты знаешь, вот мне тоже сейчас это открылось четко, я стал видеть это вот, ну, беседе с этим вот человеком, с ним, я тоже, как бы, хотел ему об этом сказать, но я увидел, что он, ну, категорически не примет это, ну, то, что, дети, дети это не все живущие на земле, да, вот он говорит, вот, нас Бог любит, вот посмотри, вот как ты своих детей любишь, да, так и Бог нас любит, вот, как бы он, ну, помнишь это, да, вопрос, в чем, вот смотри, опять же, отношения, вот я сегодня с матушкой, у нас, я говорю, вот ты посмотри, вот на земле, со своей, ну, мамой, в общем, я говорю, ты посмотри, вот на земле сегодня констатируются такие факты, что приходят к врачам люди, да, и врачи, причем сегодня, на каком уровне это диагностика вся, и врачи не могут констатировать болезнь, а люди, они, понимаешь, они жалуются на боли, вот на невыносимые просто болезни какие-то, а его обследуют, а он здоров, да, вот, вот посмотри, и, а есть люди совершенно здоровые, да, вот которые, я говорю, ты благодарю, Господь, что вот тебе он посылает вот такие боли, испытания, вот все-таки можно разделять человека, кого Господь любит, тех наказывает, да? Господь чужих не наказывает, не свои, да, он только своих наказывает, то, как обличает, не просто наказывает, вот человек, знаешь, в наказаниях, а обличение должно быть, вразумление ему должно быть, за что ему это, а без вразумления, каким-то, разные образы есть вразумление, а без вразумления, ну, какой смысл, какая польза, о чем-то говорили, или я ему сказал, что ученые доказывают, что, как, задействован, вообще работает, где-то на 6, у кого 4%, у кого 6% возможностей, ну, ты знаешь, конечно, да? Ну, слышал, ну, это, по-моему, всем известно, намного больше, мне так пришло ему сказать, я говорю, вот, Адам, когда был в раю, то у него был такой интеллект, и вот, если бы не согрешил Адам, то люди, человеки, сейчас бы были великие там, и композиторы, и физики, и все, он говорит, а почему, что да так, у человека отняты, вот эти возможности мозговые, и что ответить, а мне сразу пришло, что сказать ему, я помню, я на диване был, а он на кухню шел, и говорит, ну, а что ж, почему тогда, как бы было, как бы здорово, если все люди были такие умные, способные, а мне сразу пришло ему сказать, что человек, будучи зол, и дай ему такие возможности, уже бы человечество не существовало, уже бы не существовало, уже бы уничтожили планету, потому что, будучи злой, Господь это убрал, эти возможности, эти способности. Но все-таки, смотри, как в экстремальных ситуациях, допустим, много говорится о сердце материнском, ну, и у каждого человека бывает такая проницательность, человек, мы иногда чувствуем, что должно вот именно это случиться, и это случается. Ты видишь, иногда эти качества, все-таки, Господь нам приоткрывает у нас, то есть, какие-то предвидения какое-то. Конечно, дело в том, что возможности огромные, огромные возможности. Вот дай сейчас нескольким человекам, вот откройте возможности, вот если бы Господь попустил их, сразу бы структуру их бы забрали, они бы света белого не увидели, они бы сидели, работали на военщину, работали бы на истребление, покорение народа, все. В злой мир нельзя. Все, первые изобретения идут на вооружение. Первые изобретения. Все идет в первую очередь на уничтожение. Такой человек злой. Посмотрите. Все равно это в каждом ведь, вот знаешь, это как называется французским словом дежавю, да? Помнишь, когда вот каждый ощущал это, что он уже это происходило в его жизни, он не может понять, откуда это, я уже это видел, да? Представляешь, и каждому, а вот все равно человеку Господь открывает. Знаешь, вот когда ты говоришь каждому, ну, я не думаю, что каждому, ну, некоторым людям так, да, некоторые больше, у других меньше, ну, думаю, что не каждому. Я думаю, это напоминание от Господа, что человек не плотской, а духовный. Да, много духовного. Вообще, это мир духов. Вот это вся цивилизация, эти все архитектуры, поэзии, музыки, вся культура. Вся культура, цивилизация человеческая, она есть европейская, восточная, там, все это духи делают. Это же душа не сама по себе. Я уже рассказывал тебе. Все это делают духи, не чистые духи, они этот мир. Все, что в мире, есть похоть очей, похоть гордой житей. Все, что в мире. Вот ты видишь, кинофильмы, машины, дома стоят. Вот сейчас какие особняки строят. Он разве строил бы такой особняк, если бы не похоть очей, не гордость житейская, не похоть плоти. На такие дома. А пройдет еще сто лет, вообще дома какие будут. А еще сто лет, если попустил бы Господь, и эта земля бы, и люди существовали, не перемерли бы, не перебили друг друга. Она же все равно истребит, сам человек себя истребит. А счастливее люди не становятся. Вот заметь, люди счастливее, радостнее, добрее не становятся. Столько сейчас возможно раньше, но это не, вообще было это только фантастика, что мы с тобой вот так разговаривали. Ты в Воронеже, да? А я там в Краснодарском крае видели друг друга, вот так по телевизору разговаривали, чтобы интернет... Ну, это вообще, это... Да, 30 лет назад это в фильмах еще тогда было, это нереально, так что об этом даже мечтать нельзя было. в мобильные телефоны. И что, счастливее люди стали, еще хуже стали люди. Понимаешь, это людей не делает ни лучше, ни ничего, а наоборот хуже. Все наоборот, человек злее становится, эгоистичнее становится, и так далее, и так далее. Но душа, которая от Бога, она желает домой, к Отцу. Этот мир ей, это не ее мир. это не ее мир. Это душа, это рожденный свыше. Он уже рожденный свыше, но не рожденный от Бога. Понимаешь, вот думают, что рожденный свыше, это и есть рожденный от Бога. Душа от Бога. Бога – это полноценный человек, Христос. Вот он, рожденный от Бога. И в нас должна быть и плоть, душа и дух. Дух, душа и плоть. Слово становится плотью. Надо умирать для мира. Надо душу свою, понимаешь, кто возненавидит душу свою в мире семь. Не просто душу возненавидит, а в мире. Вот какая она в мире, знаешь, а какая она в мире. Плотская. Кто приобретает ее. А кто сохранит душу свою, во плоти будет жить, сохранять так в мире. Кто потеряет ее. Вот плотский человек, но так, понимаешь, вот в тебе будет происходить, и ты вникай, и будет неприметным образом, но царствие совершается, Христос возрастает, и ты будешь это замечать. Оно таким образом не придет, что как вспышка, как... Многими скорбями надлежит вам войти в царствие. Всякие применяющие усилия восхищают царствие. Это путь. Это путь. Путь за Христом. Это путь. Духовный путь должен пройти. Так Бог воспитывает своих детей, которым потом он не видел того глаз, не слышал ухо. Приходило человеку то, что Бог приготовил для любящих его. Те дети любят. Что приготовил он? Ну, от страсти. Смотри, страсти-то они, значит, будут все равно оставаться до конца, это уже от рождения страсти. Страсти что ты имеешь в виду? Какие страсти? Ну, гнев, собственно. Гнев? Да, я с ним борюсь, а он нет, нет, да и вылезает. И у меня вылезает. Ну что, до конца будем жить с ним, что ли? Ну, сейчас он у меня так не вылезет. Я его уже на корню рублю. Очень редко, чтобы... Очень редко, чтобы это я так согрешил. Раньше это было у меня как бы... А как без этого? Я вообще не понимал. Думаю, ну... Оно так, я такой. Акаш, что делать? Понимал. Подговорил, что ты возьми и сделай противоположное. Вот победа. Вот если я... Ну, можно сказать, злюсь. Вот на племянника, например. Что-нибудь такого не так, или на брата. И я ему высказываю. Вроде правильно я хочу сказать все. Что-то поругать как-то. Все правильно вроде, понимаешь? По-человечески все. И мне казалось, что... Ну, вот я хорошее делаю дело. И почему брат недоволен мой? А брат мне говорит, да ты... Ты, говорит, правильно говоришь? Да, по смыслу, по-человечески правильно. Ну, это зло, это грех. А надо говорить доброжелательно. И он говорит, сделай противоположное. Подойди к племяннику и не начинай ему говорить. А вот сделай что-нибудь противоположное. Нажми, обними, поцелуй ему, лобик. Вот так. А я ему говорю, что... Да как? Если... Я говорю, я бы с удовольствием. Но во мне все трепещет. Я говорю, если бы был переключатель. Я ему прямо на себе показывал. Был бы переключатель. Я бы переключил бы. А оно, это ж энергия, понимаешь? Это зло, гнев. Это энергия, которая хочет выплеснуться. А должен... Сделать. Смириться. Вот это и есть. Смириться пред Богом. Понимаешь? Смириться. Делать не то, что по плоти. Прямо там дьявол бушует. Это сатана. Это в нас. Это мы. Я сатана в этот момент. Сатана. Противник. И вот этого сатану душа должна оставить Господа. Словом его победить. Словом его победить. Понимаешь? А ведь возможно такое, что Господь все-таки сотрет это еще при жизни. Да, это Господь удаляет. Я по себе знаю. Сколько уже... Мне как стыдно за мою прошлую жизнь, как верующего. Сколько я и раздражался, и обижался, что ты там по плоти я поступал. А верующий был. И я думал, что это правильно. Ничего такого. А сейчас без этого все стыдно. Потому что Христос в нас растет, понимаешь? Христос. Вот этот младенец, он растет. Это значит, суд в нас растет. Слово растет, понимаешь? А оно судит нас. Слово судит. И вот раньше ты сделал, например, вот столько, да? Столько, ну, худого. И суд был такой. А теперь сделал ты столько, а суд вот такой. Понимаешь? Сильнее себя судишь. Раньше за что вообще не судил, как бы не замечал по жизни. Ну, и ладно. Там наорал что-то. Ну, и что? И пошел дальше. На детей наорал, там, на жену наорал. Или что-то подобное как-то. Это... И все, и забыл, и пошел. А теперь это недопустимо. Это если даже выплеснется, то уже каешься. Понимаешь, о чем я говорю? Ведь нас Господь все равно воспитывает через искушение. Он посылает нам различные искушения, чтобы нас взращивать духовно. Без искушения-то мы не растем. Посылает. Ничего Господь не посылает. Мы в этом мире в искушениях, понимаешь? Вот в молитве. Мы живем в мире, послушаем. Мы в этом мире, поэтому и живем. Не молю тебя их взять от мира. Мы в этом мире, вокруг нас искушения сплошные. А ты говоришь, посыл, мы же здесь живем. Мы воспитывает Господь нас в этом мире. Верой мы побеждаем, мир побеждаем. Вот вы там в ролике говорили. А как ты побеждаешь мир? Мир на тебя и в искушение. Пойдем даже там что-то. Я не говорю уже о грехах этих омерзительных. Там прелюбодейство. И так далее. Об этой мерзости именоваться не должно. А говорит, например, там на работу. Давай в карты перекинемся, допустим. Ну, а что бы такого? А нет. А ты должен устами своими уже исповедать. Верусство сказать. Я не буду. Не так, чтобы. Да нет, у меня нет настроения. Повернулся и пошел. Понимаешь? Нет, ты должен словом свидетельства побеждать. Ты должен сказать, что Господь мой, Иисуса Христа, исповедать Господом. Вот как раз, я понимаю. Вот как раз сейчас христиане, да, разделились на два лагеря. Одни говорят, что надо озвучивать. Другие говорят, ну, вот о тех же картах, к примеру, да. Вот одни будут говорить, что нет, меня Господь не повелевает. Да, Господь мне... Да, я Бога боюсь, Иисуса Христа. И причем говорить это твердо, в страхе пред Богом и благогови. Не так, как слюня ведь там, понимаешь? А сказать, я Бога боюсь, Иисус Христос мой Бог. А они пускай там хоть что делают. Все, ты засвидетельствовал. Понимаешь? Ты засветил уже свет через тебя. А ведь в этом и есть самая мощная исповедь, да, когда ты над тобой смеются, когда ты проповедуешь, а не смеются, да? Исповедуешь, не проповедуешь, а исповедуешь. Исповедуешь, да, даже где бы ты не был. Всякое искушение. Ну, ты понял, да, о чем я говорю? Вот это и есть исповедовать. Не проповедовать, а исповедовать. Ну, не так там же манничать, что-нибудь такое, избегая там. А сказал, почему? Из Бога. Господь Иисус Христос. А другие прислывают, кто от Бога вдруг там? Он потом к тебе подойдет и скажет. А то вопрос задаст, понимаешь? Таких людей начинают уважать. Вроде стесняются. Кто постесняется меня пред людьми, того и я постесняюсь пред отцем моим. Как постесняется? Так, знаешь, тихонько. В карты не сел поиграть. Вот я молодец какой, втихаря. Нет, постеснялся Христа исповедать, понимаешь? Устами своими, очень важно. Устами своими. А если я начну учитывать, кто из... Вот я с тобой разговариваю, да? Я же потом понимаю, что... Я же с тобой разговариваю, как будто ты, знаешь, вот сидишь, например, и ты, вот, ты же очень, ну, в постели лежишь постоянно. У тебя состояние, ну, тяжелейшее. Я так, если в своих мыслях я вообще так сочувствую тебе, даже когда-то думал, вот так бы исцеление. Когда еще мы даже не разговаривали, я только тебя увидел. Потом увидел все. Да, а вот когда разговариваю, я ничто не учитываю, понимаешь? Может, ты обижаешься на меня? Может, ты думаешь, ты хочешь, чтобы я к тебе был? Может, по плоти, конечно, знаешь. Я этого не допускаю вообще. Я хочу, чтобы ты со мной как здоровый вообще. Я тебе с тобой не как здоровый. Я просто с тобой, я с душой разговариваю, понимаешь? Вот такие Сандрусенко. Вот будет, например, человек вообще нищий, неимущий. Вот недавно я пошел в магазин один. Ну, видно, он уже спился человек, спился. И, а мне он, знаешь, немножко даже ближе, какое-то чувство к нему. Я ему сказал, что ты не можешь бросить пить. Не могу, говорит. А он, ну, ему лет 35, вот так, 40. Он, говорит, не могу, я говорю, обратись к Богу. Помолись, я говорю, пожалуйста, если у тебя какие в жизни проблемы. Поплачь, обратись. Да, да, я вот хотел, говорит, пойти в церковь, к батюшке хочу пойти. Я говорю, да не надо никуда ходить, я говорю, никуда не ходи. Вот где-нибудь зайди у себя дома. У тебя есть дом? Он говорит, нету, я на квартире. Я говорю, ну, на квартире, найди тихое местечко и молись. И у меня, он вроде над ним превозносится. А передо мной идет, а он просит 10 рублей. Передо мной идет парочка там с магазина, с магнита, выходит. И он, это, дайте, пожалуйста, это вот мне не хватает мелочи. А он так показывает, так коротко все. Они так, понебрежительно пошли дальше. Я думаю, сейчас у меня попросят. И я прохожу, молчит. Я говорю, а тебе что, что-то надо? Он так плечами. Я говорю, он говорит, 10 рублей. Я говорю, а почему меня не просишь? Он стесняюсь, говорит. Такого вида, говорит, серьезного. А я стесняюсь. Я говорю, что на пива не хватает. Он помалкивает. Я ему не 10 дал, я ему рублей 50. Ну, десятками там, сколько нашел у себя. Или 60 рублей ему там. Ну, и сказал ему об этом. И вот у меня душа вот к таким людям. Вот прямо душа лежит, знаешь. Но не ко всем. Вот другой пьяница будет стоять. У меня он просто никакой будет. Я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, хорошо. Хорошо. Будем надеяться на Господа нашего Иисуса Христа. И будем иметь страх и благоговение пред Ним. Ну, все. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну. Хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok